здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня 24 октября 2021 года и я здесь на кухне поливаю малышей с фласки немножечко не пересохли батарея жарит девочки и мамочки этих малышей golden леопардиков посмотрите какие ваши красавцы принцы красивые какие они загорелые растем увеличиваемся в размерах вот такие вот леопардики вот такие вот классные котятки это вот у меня здесь стоят два мультибокса с орхидеечками из фласки которых купили зрительницы моего канала но они не были отправлены по причине вот такой вот ухудшившейся погоды их отправлять опасно в такую погоду москва кто в москве подмосковье близлежащие приехали забрали своих малышей а вот эти вот пять ребятишек остались вот они не переживайте девочки все у них хорошо мы с вами договорились что они будут подрастать но уже теперь уже до весны это точно потому что видите улучшение погоды не предвидится потому что как их не утепляй как их не заматывай они все равно ведь даже вон корень воздушный какой надо будет коррекции делать посадки они или перебулькаются или замерзнут или еще зачем нам это надо да у них замечательный уход они растут может еще и зацветут вот это будет тогда чудо потому что мне 1 и 7 многие орхидеи выпустили цветоносы здесь стоят орхидеи которых не еще никто не приобрел они там за хоями спрятались вон они видите сколько там раз-два-три-четыре-пять пять стоят они значит вот не 4 получается 1 2 3 4 4 4 да кстати он сейчас горный хлопчик почему и пучка пучка вот какой красавчик ну и здесь где-то стоит самый симпатичный во дворе анастасия ваш красивый вот это горный хлопчик но его нельзя не узнать вот такой вот уже подросший крепкий малыш 5 о чем это я я то что поливая вот то что малышей из фласки и заодно и проглядывая орхидеечки которого здесь у меня на стеллаже на окне вот как раз то место где стоит метеостанция вот видно и и занавеской там у меня стояла такая конструкция из трех бульб это орхидея которая покупалась под названием общем камбрия на самом деле это каталанта калмонара каталанта поставлю сейчас вот здесь пример ее цветение справа чтобы вы посмотрели какая-то красивая орхидеечка ночью вот у меня осталось вот это вот каталанта такие вот три бульбица и вот еще вот это вот сейчас мы тоже посмотрим остальные как вы знаете я отдала вот и вот эти вот бесчувственные такие три бульбы с каким здесь огрызками я посадила в 200 граммовый стаканчик стакан стакан по принципу закрытой системы ну посадочка моя обычная то значит мечет со флора там все камушков для тяжести подложила архиата со флора еще здесь мог по кругу и сюда сверху присыпано корой и вот она у меня с 21 мая этого года стояли вот эти три бульбы и я принципе туда и очень редко заглядываю очень редко поливаю вот там я орхидеи поливаю один раз в две-три недели смотрите чем у меня выросло от вернее не у меня выросла а у этой красавицы каталанта смотрите что у нее выросло к у неё рост какой у нее классный рост вырос ну просто вообще красавчик красавчик как огурчик какие у него корни какие корни у нас ну-ка мы сейчас с этой стороны корни по вон у нас туда корни и вот у бесчувственный такой вот вот огрызок видите справа бульба такая у нее тоже выросли корни но это ли не чудо но чудо да вот все лето простояли вот такие вот три бульбеца ну три с половиной скажем ничего не было и вот пожалуйста в зиму мы вот такую вот красоту вырастили сейчас мы посмотрим так секунду извините я вот эту уберу сейчас сейчас мы посмотрим здесь что у нас наросло так и кто это а я поняла кто это тяк это у меня господи и мать и видео когда а у этой есть у этой есть плейлист это брасер рекс брасер рекс мереку миру коза на общем да у нее да сейчас тоже вот пример цветения давайте вот здесь слева поставлю вот такая вот красивая орхидея тоже значит вот да она у меня она у меня по моему даже на блоке росла да на блоке она росла в двадцатом году в июле месяце она сидела на блоке давайте ссылку справа сейчас поставлю на плейлист и и вы посмотрите что у нее там происходило она да на блоке росла из блока я ее посадила вот в такой в восьмой горшочек вот видите она у меня растет на автополиве тоже вот смотрите что у нас было у нас было вот такие вот две бульбы вот такие вот пустые две бульбы вот эти две рогатки 2 это на блоке была прикреплена потом я посмотрела кстати все орхидеи которые с блока я сняла они все уже ну растут горшочках я щас еще одну видела орхидея тоже сейчас покажу вам которая тоже росла вместе вот с вот с этой еще там с некоторыми на блоке и вот смотрите что у нас выросло какие у нас классные ростики выросли посмотрите какая прелесть здесь правда вот у нас пожеванность такая небольшая вот какие у нас ростики вот у нас сейчас новый рост вот такой вот растет со сморщенными немножечко листьями на влажности не хватает вот такая вот красота так что вот если даже у вас есть две три бульбы как говорится не стесняйтесь не робите сажайте можно сначала в мох посадить на некоторое время и спустя какое-то тоже время пересадить вот маленький горшочек сейчас я вам покажу еще одну орхидеечку она мне вот здесь вот стоит это вообще там у нее столько было перипетий мощно одно покажу у 1 и 7 смотрите какие цветоносы эти еще где-то видел а вот я как раз отставила вот вот видите сейчас секунду just a moment у какой у нас цветонос название пока говорить не буду покажу когда на расцветут вот вот сейчас я вам показываю орхидею сейчас покажу вот смотрите вот это как это остатки прежней прежней роскошь тоже росли на на блоке это орхидеечка вот по этому листу и по обрезанному листу видно что она это была бы огромная орхидея красавица bright maya она попала 19 году под трипсы и вот она болела болела как как болячка как вавка у нас бывает выболела до вот такого состояния карлика вот по обрезанному листу вот поэтому и вот по этому листу видите вот поражение такое видно что на ней когда-то топтались трипсы и вот смотрите сколько прошло времени да у меня у нее здесь смотрите какой паспорт я вам сейчас просто быстро прочитаю не хочу длинное видео хотел вообще на пять минут у нее было корнево вот написано bright maya у нее была корневая стволовая гниль обработка максимом привикуром в реанимацию ушла она и вот это после трипса все она ушла 26 июля 19 года как раз в то время когда бушевали у меня трипсы начало было в июне потом в октябре 19 же года она была посажена в мох потом через три недели она была посажена в керамзит потом она была поставлена через неделю листьями воду огрызок потом этот огрызок дал корни она была опять в ноябре посажена в мох и через пять месяцев в апреле двадцатого года она была посажена на блок тоже есть у меня плейлист орхидея на блоке и через шесть месяцев я ее сняла с блока и посадила вот в этот вот восьмой горшочек и вот посмотрите сколько времени прошло до год то есть сняла с блока шестого октября двадцатого года посадила вот в этот горшочек и только через год у нас вырос полноценные здоровые листы вот это брайт маяк вот таком виде но я так рада этому листу ну что я прям готова петь и танцевать вот такая вот красавица много-много орхидей пока я не все же орхидей да показываю вам видео вот например мукола вот посмотрите уже сейчас я могу ее показать вот смотрите вот это мукола моя красавица мукола старинная огромная которая еще до канала я фотографии раскидывала по разным группам и в фейсбук в одноклассниках и вконтакте какая она какое-то было огромное растение красивое у нее были детки также я детки для вас разыгрывал на канале от муколы и вот она дошла после трипсов вот до такого состояния сейчас уже восстановлена верхушка и я ее только вот буквально неделю назад пересадила вот сюда в горшок 1 и 2 арты она уже красавица цветонос вот этот у нее неизменные и который как бы она не болела она все равно на нем цвела я его не отрезала много-много орхидей которые дают отличные результаты здесь у меня за занавеской стоит один из дендрофаленопсисов но могу показать вот хотя бы вот такой вот пример сейчас тоже стоит на восстановление один из дендрофаленопсисов причем это очень красивый old rose от девятнадцатого года вот смотрите что от него осталось это очень красивый дендрофаленопсис вот причем это растение было куплено малышом и она она пришла ко мне как понимаю больным она никогда не было красивым то есть чтобы там как у дендрофаленопсисов листья там псевдобульбы все дела нет вот стоит на восстановление потому что что-то получится я думаю что то что-то у нас появится потому что вот сейчас за занавеску не полезу одного из его собратьев уже имеется уже два ростика их но здесь пока я ничего не вижу как бы я не увеличивала еще здесь у меня стоит уже тоже сейчас уже могу показать сейчас секунду чтобы ничего не испортить не сломать вот такой пень и ну я не назову это пнем я назову это полуорхидеи да это кто помнит очень красивая орхидея мульти артиста такая она вела цельная красивая покупала и цветущий с множеством цветоносов огромное растение сша от нее осталось то есть у нее вот пень видите да два листа пень о двух листах корнями здесь не пахнет корнями здесь не пахнет вот так вот ее корни вот такие страшные как раз вот неля бевза если будете смотреть мое видео на сейчас я вам но насытник на стриме писала про пень у которого сухие корни видите у этого пня какие корни сухие сайте здесь ничего не да абсолютно какая выросла детка какая выросла у нас детка у этого артиста замечательными корнями пока или никуда снимать не буду уход обычный подливаю водичку вот сюда в импровизированное кашпо и вот так вот обычный уход как за обычной орхидеечкой вот такой вот мульти артиста пока поставлю сюда назад чтобы потом аккуратненько их расставлю в общем вот такая вот ситуация на сегодняшний день пока мне снимать на глобальные видео пересадках или какие-то там красоту показывать некогда сейчас настенька опять себя не очень хорошо чувствует ей удалили зуб мудрости который не смог выбраться так скажем из под десны очень сложная операция была поэтому всю неделю я занималась настеньки нам здоровьем вот на этом я буду друзья мои с вами прощаться смотрите наговорила на 15 минут буду с вами прощаться желаю вам всего самого доброго здесь кстати желтые листья весь и хлорос тоже растение было куплено и буквально через неделю пошли вот такие вот желтые пятна хлорос ну что то я делаю потом может быть как-нибудь расскажу вам желаю всего самого доброго желаю здоровья вам вашим растениям солнце в душе и на небе замечательные теплые осени по возможности бодрости духа и всего самого доброго до свидания всегда ваша бокова наташа спасибо